Всем привет, друзья! Вы слушаете 48-й выпуск SD-Casta, подкаста разработки ПО в его окрестностях. С вами, как обычно, я, Кейс Даймон. Сегодня у меня в гостях Михаил Тюрин, главный системный архитектор avito.ru. Миш, привет! Всем привет! Это мой первый подкаст. Ну, я думаю, что он должен пройти на ура. Посмотрим, как получится. Давай начнем с стандартного вопроса. Ну, добавь пару слов о себе, так сказать, кто ты, как давно, чем занимаешься, как попал в IT. Ну, я учился. При целом, чтобы заниматься IT. У меня я закончил профильный факультет университета. Что за университет? Что за факультет? Это Тюменский государственный нефтегазовый университет. Я из города Тюмень. Вот. Потом начал делать еще со студенческих времен с друзьями, с будущими коллегами. Начал делать локальные проекты. Это был веб в том числе. И уже когда выпустился, мы начали работать. У нас появились проекты федерального масштаба. Мы локально делали в своей команде. А потом... Ну, это такая стандартная история. Как-то уже как звучно рассказываю. Потом ударил кризис 2008 года. И венчурное локальное финансирование. А федеральное где-то еще и международное было. И таким вот с течением обстоятельств я попал в Москву. Ну, в принципе, довольно классическая история. Ну, то есть, к тому времени наш команды заметили чуть-чуть. И вместе с некоторыми коллегами, с кем я начинал это делать еще у себя на малой родине, я продолжил делать в Москве. И так получилось, что это вот оказался проект Авито на тот момент. Абсолютно никому ничего неизвестный. Это был такой стартап, стартап нормальный. Я туда попал. Это значит, история, как я начал заниматься. Ну, вообще, это был интерес какой-то еще, не знаю, не со школы. Вот. Ну, и моя такая специализация прямо совсем программистская была. Это база данных изначально. Потом уже больше в то, что, не знаю, мы перворитетно называем это таким термином, как сервер-сайт. То есть, это больше языки общего назначения. Ну, какая-то инфраструктурные вещи такие всякие. С сервисом, да. И потихонечку из вот этого интеграции данных, компонентов, раздепоенных на беб-сервере, вот, получалась архитектура. И, в общем, вокруг этого всего я и кручусь до сих пор. Вот. Сейчас попытаемся, значит, это, я думаю, пояснить. Ясно. Ну, расскажи, как вот оно все... А, еще немножко сразу надо добавить, потому что это такой дисклеймер, да? То есть, авито – это мой как бы основной проект, которым я профессионально рос. Вот. Я специалист во многом по авито, как-то не странно. Ну, да. То есть, главный сервер хитроавито – это здесь слово авито, оно как бы во многом такое значащее тоже. То есть, если она понимает, что мой опыт, он такой, я такой привержен с одной компанией, что это получается. То есть, я по своей работе часто слеживаю вакансии, резюме, точнее, резюме, да, и вижу, что люди часто меняют, работают там довольно часто. Я чувствую себя таким уже. Слушай, ну, я тебе скажу, чтобы 6 лет, я тоже вот в этом году исполнился 10 лет, как я в одной компании. А, ну, 10 лет. Все нормально. Ты не один, такие бывают другие люди. Вот. И, конечно, если у меня такой вид на софтвер, как бы, development, он с уклоном на то, что мы делаем веб-проект, который сейчас нафтамировался уже в большую систему, уже ориентированную по многому не на веб, а на современные там мобильные устройства и так далее. Ну, в общем, у меня это длится с этой стороны. Плюс я являюсь главным всем архитектором, и потому что я единственный архитектор вообще во всей компании. Тоже надо сразу дать ссылку на своих коллег. Я работаю в коллективе, где на моем техническом уровне менеджмента некоторого находится не я один такой. Главное всегда как бы в том, что во многом исторически я отвечаю за какие-то... Ну, такие какие-то ключевые какие-то... Коры, коры сервисы, да. Давида там, это работа с объявлением, с юзером, как организовать, ну, вот эти основные функции. Дальнейшие системы во многом опираются на API вот этого слоя, который вот в моем видении. Ну, хорошо, сейчас мы про это поподробнее поговорим. Знаешь, сразу хотел спросить, вот ты тоже сказал, что вот так, знаешь, таким... Вот там 10 лет в одной компании. А вот скажи, не мучает, знаешь, такой вопросик, что вот смотри, думаешь, вот я вот 10 лет... Ну, там неважно, какое-то количество лет работы в одной компании, вот там с одним проектом, там супер-пупер, его хорошо знаю. А ведь есть другие проекты, есть другие какие-то стейки. И вот как бы нет желания, не хочется вот туда залезть, посмотреть, что там. То есть вот какого-то такого нет? Ну, тут... Ну, вообще, на самом деле, так как-то сложилось, что я полностью как бы, ну, утилизирован проектом. То есть я... Тут совпало как бы и желание работать, и интересные задачи, и масштаб. То есть вот когда мы говорим 10 лет в одной компании, на самом деле, это не она, это же компания, по факту, потому что она... Ну, у меня 10 лет, у меня 7 лет там. Она за 7 лет постоянно растет. Ну, порастет, изменяется, да, конечно. И задачи растут, и растет, ну, там, нагрузки, то, что там принято называть, как-то хайлодом, и прочими вещами, да. То есть это как бы... То есть компания постоянно растет, значит, она уже не одна и та же компания, она меняется. То есть Авито, например, ну, там, как бизнес, в том числе до сих пор растет, и до сих пор там мы не мастерим кратные какие-то увеличения показателей год к году. Вот. И команда растет, и потихонечку там работы с технологией, переходишь на работу в том числе с людьми. Вот. Поэтому задачи как бы меняются, да, и вокруг вот этих, как бы там, коры сервисов, коры под системы крутятся, опять же, разные технологии, языки как бы приходится, ну, со своей позиции наблюдать, ну, как бы разные степи в том числе. Поэтому тут тоже я как бы зацеплял различные задачи, различные подходы. Вот. Ну и плюс я в комьюнити наводил отношения, и через комьюнити, там, у меня активно участок подговора SQL комьюнити. Ну да, да. Вот. И там через комьюнити я получил выход, тоже к разным интересным проблемам, задачам. Ну, это тоже можно отдельно подговорить. Поэтому как бы мне повезло, что я, наверное, да, как профессионально, то есть я все эти годы, что здесь работаю, ну, видел здесь интерес, есть приложение своих усилий. Ну, это клево, да, это вот очень интересно. То есть не было такого, знаешь, что вот ты там, сказал вам, говоря, там, завис на одной ступеньке какой-то, и вот там монотонно все время все время. Нет, я тебе скажу наоборот. Было так, что у меня ступенька бежит, и я бегу, и все, короче, все крутится, вертится, и только успевай их оставлять. Да, не успел одно тут как-то пощупать, освоить, уже надо что-то новое, там, другое, ну, какую-то именно область осваивать, там, что-то такое. Ясно. Плюс это довольно было, опять же, все, может быть, обсуждено, было все довольно экстремально. То есть это такой прямо стартап-стартап с непонятными перспективами, с большими рисками, вот, поэтому хватало работы, хватало взятых на себя рисков, хватало ответственности, и, как бы, голова была занята полностью. Ясно. Ну, Ак, ну, ладно, давай пока немножко спустимся на такой технический уровень. Расскажи, в целом, просто, как бы, там, Core части сказал, в принципе, что такое Авито, то есть это вот, ну, что он сейчас представляет из себя там тогда и сейчас, то есть какие основные сервисы, ну, так, хотя бы, чтобы общее представление было. Хорошо. Ну, вообще, можно немножко про продукт упомянуть. Да, конечно. Крупнейшая доска объявлений, крупнейшая, надо немножко пояснить, то есть это самая большая в России, ну, по таким вот ценам, как аудитория, количество контента, которые пользователи и различные виды пользователей размещают на нашем ресурсе. Вот сейчас это мобайл-ориентированная вещь, то есть больше 60% трафика – это уже мобильные приложения. Вот, значит, потом по поводу крупнейшая, значит, мы крупнейшая в Европе, если даже брать европейский подобный проект, крупная была сделка, нас заметила, оценил, ну, один из крупнейших международных фондов, стратегических инвесторов. Теперь мы являемся частью губального. Губального, ну, холдинга в некотором роде, да, и мы являемся крупнейшим активом e-commerce в Насперсе. Ну, кто интересуется, может, бизнес-кабы стороной и продуктовой стороной может что-то посмотреть по этому поводу. Ну, да. Вот, у нас есть конкуренты, значит, внутри стороны, вот, но при этом, как бы, мы объективные цифры очень большие, да, и больше там многих других подобных проектов. Значит, это доска объявлений, здесь это C2C, основное ядро, то есть люди размещают там объявления, вот, СНО, и вообще Абита реализует один из немногих способов, как бы, заработка в интернете, как таково. То есть мы не зарабатываем с, у нас нету какого-то оффлайн-бизнеса в компании, в нашем числе софт, это чисто софт. Ну, сейчас есть некоторые уже выполнения, но вообще наш софт, это вот предоставление веб, предоставление приложения, контента, который вмещает пользователей. То есть это основной бизнес. Дальше, то, за чем компания зарабатывает, это мы за то, чтобы объявление было более выигрышно выглядело, по сравнению с другими объявлениями, мы берем с пользователями плату, небольшую плату, за то, чтобы... Ну, надо поднять повыше там всякая... Да-да-да. И вот это оказывается, если посмотреть реально на все возможные способы, как можно зарабатывать в интернете, это один из способов, и эта модель реализована на базе Абита и нашей страны. Достаточно эффективно, ну, то есть, ну, вот, я упомянул там про какие-то финансовые показатели, про какие-то сделки, которые были на рынке, это все открытая информация. Эти фонды, которые нас купили, насквозь это открытый фонд, они публикуют отчетность, кто интересуется, может посмотреть. Ну, это большой бизнес, большой продукт, вы можете взять телефон, сфотографировать свой, не знаю, свою коляску детскую, и она окажется в интернете, и кто-то может ее найти и купить. Это первое составляющее, второе составляющее, то есть, в этот C2C поток хотят талакомый кусок для бизнеса, бизнесу захочется как-то тоже свой контент засунуть. Здесь возникает следующая задача, это уже работа, представление инструментов, чтобы удобно было бизнесу, у которого побольше набора товаров, тоже встраиваться в в эту цепочку взаимодействия, которая возникает вокруг площадки, которая авито составляет. Поэтому, с одной стороны, то есть, это как бы такой выход уже на различные виды какие-то, либо нагрузок, которые возникают. То есть, это стандартная работа с пользователями, которых очень-очень много. Это загрузи контент, покажи его потом в выдаче, и это работа с меньшим числом профессиональных пользователей, магазинов, коммерческих. У них свой какой-то прям интерфейс на базе вашей площадки или API? Да, да. У них есть и специализированные инструменты, и есть API. То есть, это обработка, опять же, больших уже каких-то порций данных, которые поступают тоже от коммерческих пользователей. Это, в принципе, основной бизнес. То есть, работа с контентом, который к нам приходит, и его каким-либо образом промотировать. Плюс такая особенность возникла, что у нас очень много товарных поисков. Мы в некотором плане являемся поисковой системой общего вида уже. И трафика очень много у нас. Я просто не хочу сильно заставить внимание. Можно все это посмотреть от открытой информации. 10 миллионов людей пользуются чуть ли не в день. В общем, такие цифры. Я сейчас, к сожалению, боюсь наврать. Ну, порядок понятно. Да, то есть, тут сразу же так, техническая такая тонкость. Вот мне, допустим, этот порядок даже не так уже интересен, потому что все какие-то нижние уровни бэкенды прикрыты кэшами. И я меряю реализацию бэкендов путем хитрейта по кэшу. И я как бы не вижу даже уже какие-то самые верхние для меня показатели не скрываются под размазыванием трафика проходящего через уровни кэшей. Ага. Вот, значит, такой плавный переход к технике. Значит, и вот это все работает, такой продукт. Сейчас он специализируется на ходе на мобайл. А, у нас есть поиск. У нас есть поисковая система очень большая, очень развита. Я тоже приложил непосредственно участие в ее разработке, развитии. Это один из моих аккаунтов, где я слежу, смотрю, помогаю развивать эту систему. Вот, и этот поиск, он уже как бы, ну, это поиск общего вида по сути, потому что очень много трафика, очень много запросов. Запросов измеримо с поисковиками общего назначения, которые представлены в нашей стране, где-то местами сильно больше, сильно, подчеркиваю, не просто больше, сильно больше. Поэтому, если вы следите тоже всем этим делами, там видно, что наш российский поисковик, самый крупный, он там открывает направление, которое также занимается различными вертикальными продуктами в автосегменте недвижимости. Ну да. Вот, значит, вот, собственно, мы тоже всем этим занимаемся, и теперь мы пытаемся также монетизировать и эту составляющую. То есть, мы просто хотим также развивать баннерную систему, развивать, ну, все, то есть, это там, как называется, мобильная, мобильная, точнее, мобильная реклама, мобильная реклама, и здесь классические продукты, баннерная система, аукцион, и все представлено тоже, да, вот, это такое, но это, опять же, в некотором роде, тут можно долго рассказывать про этот продукт, потому что есть, как бы, вершина айсберга, то, что мы видим на своих телефонах, на своих браузерах, а есть большая, большая часть, которая под водой, а там под водой у нас наш внутренний, наш внутренний бэк-офис, мы называем. Ну, понятно, да. Вот, в бэк-офисе есть работа с обращениями пользователей, есть модерация, есть автоматическая, есть ручная, есть очень большая система, связанная с прогнозами, с предикшеном, с прогнозой, как в целом по каким-то параметрам глобальным системы, так и по прогнозам по CTR, различных элементов, по прогнозу тестирования, по прогнозу фронт-предикшена, ну и далее по списку, да, и также мы можем оценивать на нашей энергетической системе различные модели по пользовательству поведения. Мы можем по тому, как вы пользуетесь на сайте, ну, строить прогноз по тому, кто вы есть, да, относительно нашей, относительно нашей системы, тем самым мы можем вот все наши современные, вот эти последние нововведения по торговле панораме. Ну, это вы, в смысле, собираете тоже, так сказать, поведение пульса, там, где он там, мышку, курсоры, вот это все, тепловые карты строите, все это. Ну, это, это как бы тоже мы строим, ну, на самом деле, это понять, насколько вы мальчик, насколько вы девочка, насколько вы всякие такие, насколько вы возрасту, чтобы там в двух тысячных раз не показать, что там не надо. Понятно. Ну, ладно, в общем и целом понятно, что много всего интересного, давай что-нибудь расскажи про что-нибудь, как оно с технической стороны устроено, вот ты сказал там поиск, вот такая достаточно большая, серьезная задача, и ты, одна из таких ключевых твоих направлений, скажем так, где ты разрабатываешься там, расскажи, как оно устроено, потому что понятно, что там объемы нереальные, как вот это все должно быстро... вот это прекрасная штука, да, что такое реальный, реальный объем. Вот, ты пользуешься Витой, если честно, скажи? Я, да, меня убивают эти сообщения, которые просят меня там поднять какое-нибудь мое объявление. Ну, видишь, извини, да, возможно, наш бигдата немножко не попадает в тебя. В общем, значит, вот мы сейчас открываем Авито, у меня сейчас на сайте 28 миллионов 721 тысяча 064 объявлений. Как ты думаешь, это много данных или нет? Ну, конечно, все познаются в сравнении, наверное. Ну, я тебе скажу, что это мало, а данных, это на самом деле несколько, сейчас скажу, как бы это просто не сказать, но это пару десятков, не ошибиться, гигабайт всего. Ну, хорошо, всего лишь, да, но вопрос в том же их эффективной обработки, и вот это все, можно же плохо и на маленьких данных отдавать. когда мы начинаем всякие такие штуки делать, мы сейчас же опытные свои там, наши там, команды, наши, наши где-то обсуждения, они вот, когда строятся из-за цены, мы начинаем оценивать, сколько данных, часто они обновляются, как часто они обновляются, как у нас там есть, ну, различные допущения все, начинают выстраиваться, вот если так начать на пальцах прикидывать, это, конечно, не так, что сегодня вот это. Но при этом, помимо того, что эти данные, вот их столько всего вообще, они есть какой-то по ним порядок обновлений, значит, там возникает следующая цифра, это порядка до 1000 в секунду, ну, что такое 1000 в секунду, да, если у вас это действие обрабатывается даже если это 20 миллисекунд, то мы, не знаю, 1000 делим на 20, сколько нам получим, 50 что ли? Ну да, 50, 50, то есть это, ну, на самом деле, 20 миллисекунд, это, конечно, много, возьмем 2 миллисекунды, получим, получим 500, то есть мы можем, а, получим 500, 500, то есть мы можем 500 раз на одном процессе обрабатывать всю вот эту последовательность здесь, если я ничего не наврал, ну да, вечером мы сейчас уже можем чуть путаться в цифрах, но ничего страшного. Я еще к чему сказать, что, в принципе, взять даже такое, ну, взять, я не хочу, допустим, юсерверов, взять такую среднюю ценовую категорию, ну, может, даже чуть повыше, пониже, ну, в общем, там заявленные характеристики будут доступны по памяти, например, то есть нам нашущее сообщение было о ЦПУ и память, они будут, ну, сильно достаточно для того, чтобы обрабатывать поток в этой крыльзне, не хранить все активные объявления вот этого, да, в одной машине. Дальше следующий вопрос. Хорошо, одна машина, это хорошо, но что будет, если она упадет? Ну, да, вопросы вот от каждой устойчивости. Да, следующий вопрос, как она может упасть? Мы, вот я, собственно, такие вопросы задаю. Я сейчас на таком уровне, что я вот так сижу и с ними общаюсь и задаю такие вопросы, типа, вот как она может упасть, да? Это очень важный вопрос, потому что, если кто-то мне говорит, что она упадет, потому что диск сломается. Ну, мы часто придумываем, что диск сломается. Ну, дисков у нас давно нет, но здесь и создали диск. Все диски, по нашей практике, мы собираем цистику большую по всему нашему кластеру, машин. Ну, это крайне надежная вообще вещь. Она не падает, в нашем случае. Диск такой, он не ломается. Что ломается? Ломается контроль на диск. Хорошо, контроль может упасть. Как раз часто падает. Ну, допустим, там, как-то падает. Раз, квартал. Или, может, реже, да? Ну, как бы тоже не вообще, не вообще, не вообще не часто. Они-то сейчас настолько большой продукт, и сам все на самом деле уже развязано по синхронным связям, что там, если там, одна из частей, там, сколько упадет, в принципе, даже никто не смеетит. Ну, вот, дальше возникает другие проблемы. То есть, может падать не так. На самом деле, то, что вы не ожидаете, какой-то вход разработки, от деплоя, от развития самой вашей платформы ежедневной, она может выглядеть, на самом деле, и являться падениями. И часто аварии, это, как я, по нашему виду, по нашей системе разработки, это не выход из строя, соответственно, оборудование, какого, мы не видим, что сломался жесткий диск контроля. Мы видим, что был неправильный депло, перегруженная сеть. То есть, вот такие ошибки, которые связаны не с железом, а с чем-то еще. когда мы говорим про аварии, у нас всегда понимают, что авария, это не то, что там какой-то сущий анекдот, кто-то пролил в... Нет, это понятно, что аварии бывают разные. Надо брать более широкий круг вопросов, и это я к чему говорю, потому что, если мы расширим этот круг, мы будем считать, что аварии, они очень вероятны. аварии очень вероятны, и они будут встречаться чаще, чем вы ожидаете, потому что всякие разные другие причины. К тому же, сейчас уже компания большая, часть компонент не обслуживаются независимыми командами. Иногда возникают проблемы, коммуникации, но это объективно. И эти проблемы коммуникации в том числе могут вам давать аварии. Поэтому такие риски, они, может быть, на первый взгляд, ну, я не знаю, мне кажется, это для меня, на самом деле, не всегда было очевидно, что риски, которые, на первый взгляд, кажется, не касаются вашей платформы, на самом деле, они реализуются, и будут такие аварии. Классический пример, у нас такое было, но, опять же, это сейчас такой технический момент. Допустим, у нас поисковый индекс раздается через такую довольно хитрую, хитронастроенную систему, которая по мультикасту рассылает файл. Если там что-то не так настроить, то этот мультикаст аж полетит по всему дата-центру вашему. да. И, да, его, допустим, там кто-то что-то выкапал, не так настроил, а этот звук заэффектило всех, и там кто-то все упали. Мне было доступно эта сеть, и все пропало. Или там перегрузили какой-то свеч, все пропало. Но аварии случаются. Значит, из-за того, что аварии случаются, мы должны с авариями работать. С авариями работаем, первый принцип, сделать два вместо одного. Ну, это какой-то паттерн, на который впереди какой-то балансер, и будет уже два. Поэтому, значит, нам одной недостаточно, нам нужно две. Вот. То есть, две вот эти какие-то машины, которые нам дают выдачу на сайте. И вот так оно и работает. Представляешь, это ВИТО в некотором роде дает весь контент объявлений из двух машин. Но только каждый компонент у вас как минимум в двух экземплярах, соответственно, и очень много балансеров, очень много. на самом деле получается даже не так, не только в двух компонентах. Если, допустим, вам необходимо две компоненты всегда под нагрузкой, значит, надо уже три компонента. Если вы одна из строят, то, на самом деле, вы теряете весь клаван. Ну да. Часто возникает система, когда если у вас классический паттерн, стендбай и реплика, которая синхронна, то если они обе в бою, вы уже на одной не можете удержать весь трафик. А вторая штука, что если у вас вот этот бэкэнс-хранилище асинхронный, то опять возникает целый класс проблем о том, как мне согласовать обращение к синхронным и к синхронному хранилищу, если я хочу показывать пользу какие-то наиболее актуальные левые данные. Эта компания от Абита он такой классический что ли продукт, есть часть, которая у тебя личный кабинет пользователь, там это интерфейс для пользователя, для вошедшего в свой личный кабинет, там у него на самом деле свое приложение. Это у него одни требования. А есть, когда ты смотришь просто всю выдачу, есть больший сайт, это все тоже самое твой ресурс, но это ты смотришь на то же самое с другого приложения. здесь естественным образом получается сам бизнес такой, что когда человек что-то разместил, или это, возьмем человека все-таки, у нас коры бизнеса, в том числе, это C2C взаимодействие. человек что-то разместил, он это видит сразу в неком состоянии. На сайт он сразу не впадает, потому что как минимум надо промудрировать, что человек внес на сайт, надо оценить, надо попытаться продать ему что-то в этот момент. И между тем, как человек что-то разместил, и реально когда система считает, что это можно доставлять сайт, возникает время, оно крайне значительно, и за это время можно успеть по любым репликациям, по стране, скажем так, знаешь, если попытаться это обобщить, то как бы не стоит всегда гнаться и тратить, нет бесконечных ресурсов на достижение вот этой вот синхронной, как бы, да, то есть надо затрагивать. На смене на продукт, да. То есть вы прикладываете ровно столько усилий, сколько достаточно до достижения как бы конкретной цели, то есть вот, ну и в том, вот в этом самое главное. ну и дальше такая штука, то есть вообще как вот вообще быстро надо что-то кого-то отображать, да. Вот, и на самом деле если там реально смотреть жизненный цикл этого объявления, оказывается, что нет, сейчас не знаю, в общем, мы упираемся вообще говоря в какой-то корнер-кейс, когда идет большой поток объявлений и система, которая руками моделирует, модерирует, часть контента, часть контента, контента очень много, я там говорил про тысячу раз в секунду, ну это реально такой поток. Иногда он для, если все это, если систему наше отдавать на человека машинное взаимодействие, то, конечно, как бы, ну столько людей сложно очень организовать, чтобы они поэтому там есть составляющая роботов, ну да, просто как бы тысяча объявлений так, знаешь, только сидеть науки, даже с такой частотой не успеешь нажимать. Поэтому есть, и вот мы не можем отдать на сайт то, что мы не промодерировали за какой-то интервал времени, вот, ну и дальше существует тому, чтобы этот интервал времени где-то можно более, как можно более снижать. Причем здесь, вот здесь вот, смотрите, здесь тоже можно по-разному снижать. Смотрите, есть, если мы говорим о том, что мы такие крутые, можем всякие разные предикшены делать, в том числе по CTR, то мы можем оценить Москова, насколько в целом для площадки, Авида, как торговой площадки, выгоднее, быстрее показать то, что быстрее посмотрят. Здесь еще идет такая сразу же хитрый shift, то есть, надо смотреть на контент, на любой, с некоторой ценностью, то есть, если то, что очень горяченько, его надо быстрее показать. Вот это все, вот эти все штуки в текущем развитии продукта, они все учитывают, это, конечно, наши сильные стороны, что мы можем сходить нашу отработку. И, собственно, ценность Авида во многом накопленный опыт, накопленный контент и модели, которые уже выстроены. Сейчас это, конечно, такая big data company, и это такой драйвер, как, в принципе, ну, тренд такой по всем, я думаю, система такой есть. Да. Слушай, ну, а расскажи, вот как бы, вот как оно все же под капотом, хочется как-то тебя каких-то технических подробностей добиться. Вот смотри, ты публикуешь объявление, то есть у вас же, ну, понятно, что там есть некие фронтенд-приложения, там личный кабинет, окей, их там площадка, которая именно витрина, это одно приложение, личный кабинет, пользуется другое, там какой-нибудь компании, там третья, десятая, пятая, там промо какие-нибудь акции, вот ты там, значит, зашел в личный кабинет, там разместил фоточки, нажал окей, понятно, что там, да, ты говоришь, что дальше, у тебя там какая-то аналитика подключается, очевидно, что это все как-то, ну, во-первых, там как-то очередь какая-то, синхронно, синхронно, вот как все это происходит. Что происходит синхронно? Когда ты нажимаешь окей, ты синхронно, вообще говоря, пробиваешь весь тэк, в некотором роде. Даже синхронно вот так вот. Синхронно, да, даже вот так, то есть, но как там синхронно? Ты, во-первых, ты фоточки грузишь, да, они у тебя, ну, они в лес... Ну, фоточки синхронно улетели, загрузились, там превьюшки куда-то положились на файл сторож, еще что-то. пока только превьюшки кладут. Потом ты, когда нажимаешь submit, значит, все прямо синхронно пролетело и пробило самый низ и записалось. Вот, но при этом, но при этом сам, сам PHP и FPM отдал как-то финиш реквест и дожал что-то там. То есть, мы даже можем жать наш контент прямо на очереди и джинсы, конечно. Вот так вот даже. Ну, да. Вот при этом, при этом мы как бы здесь используем дальше все возможные как бы очереди, которые, ну, вообще можно идут. Часть событий дальше идут с этого, когда все это пробилось, по дороге создались события какие-то. И положились в очереди соответствующие, распихались. Разные, разные очереди. Мы как бы изначально разделяем два вида очередей, два типа очередей. Это так называемые, ну, такие термины используем, например, как не совсем очередь, но это на самом деле про то же самое. Есть некий кликстрим, то, что приложения генерят какой-то поток событий. Есть некий датастрим, это то, что соштится с транзакцией, которая закомментирует базу данных. На самом деле, это два подхода к нашим очередям. Есть как бы очередь, которая транзакционная через базу данных, а есть поток, который нет транзакционной. То есть, из-за этого получается как? Если мы хотим, то есть, мы хотим, если потребить что-то после коммита, это один уровень очереди. если мы хотим потребить что-то как бы, как сказать, в таком рантайме, что ли, то это очередь с уровнем приложения. На эту очередь могут все события, которые не критично потерять случай какого-то аварии на приложении. На самом деле, авария приложения, в том числе, перезагрузка приложения, еще что-то, то есть, могут быть тоже различные варианты. Мы, конечно, мониторим все, но, в принципе, мы допускаем, что какие-то события, которые не пропускают через транзакцию баз данных, можем потерять. В качестве очередей используется Revit MQ. Там тоже различные подходы. Где-то используется Revit MQ. Где-то используется в ее очереди и используется связка Fluent. Это больше для потока событий, которые вообще имеют. Потому что логики типа мониторит через такую систему процессий. Потом, нечто подобное на очереди, это у нас используется система на базе Revit. На базе Revit также была мухая очередь сделана примитива, которую можно использовать как Revit. Дальше. Сам момент постановки в очередь, его нужно соизмерять с процессингом действия на том сторожной, которым выполняется. На базе данных в конечном счете. Поэтому здесь отдельно есть подсистема, которая работает в базе данных, и можно через ее инструменты, то есть это HP класс, довольно развитый. через через эту подсистему мы ставим синхронно, пишем, пишем в играми, синхронно пишут какие-то действия, они по факту потом, после коммита такой транзакции выполняются, в том числе, ставятся в очередь. Такие моменты есть. Потому что, как только вы начинаете внутри того синхронного обработки, того сабмита, который он сказал пробивать весь стек, вы должны понимать, в каком месте вы на эту синхронную нитку нанизываете разные хранилища, разные очереди, чтобы у вас и кэши же еще возникают тоже, когда инвалидировать кэш, на самом деле инвалидация кэша это такая же очередь, которая после того, как, в некотором роде, которая после того, как ты уже куда-то коммитишь в BKN-хранилище, он должен что-то там проинвалидировать. Так вот, тут возникает проблема грязного ощущения, сразу же проблема синхронизации нескольких хранилищ, которые могут возникнуть, вот, вот эти вопросы в том числе даже через инструменты, то есть, даем такие инструменты программисту, которые именуванием методов и каких-то паттернов, которые происходят в классе работы с хранилищем, позволяют в том числе правильно расставить вызовы очередей, вызовы инвалидации кэша и так далее. Плюс, я сказал, что есть очередь, которая идет в приложении, также есть очередь, которая идет с базы данных и база данных, она опять же этим приложением обрабатывается. Вот мы так умеем делать. Здесь следующий китры момент, то есть, для того, чтобы в качестве рефакторинга не потерять зависимости, мы уделяем много внимания тому, чтобы по своим возможностям программист не мог поставить такую зависимость, которую мы бы, допустим, если слой хранилища вызывает приложение, чтобы, не дай бог, это не потерялось при рефакторинге, и надо отслеживать. То есть, наши вызовы, которые идут, допустим, на слой хранения, объявления, юзеров, они на вход принимают символы приложения, чтобы в случае рефакторинга это все протянулось обратно. Ну, я примерно понял. Я думаю, кто с этим работает, наверное, меня поймет. Плюс, а дальше возникает а дальше надо делать живой веб. То есть, живой веб, в чем плане? Есть какие-то действия, которые нельзя выполнить сифон, в принципе. Я часто приложу, допустим, вот в Facebook когда работают. Он хорошо работает, когда жмакаешь, там крутится, а потом опа, все прикрутилось. Ну, да. Вот, значит, для объявлений, там, да, для этих, там, тысяча раз в секунду, когда вот что-то щелкается, да, у нас все работает синхронно. И мы, как бы, наш стек там управляется. Вот, но есть, но есть действия, которые мы не можем отмечать в секунду, например, какие-то массовые работы с контентом. Вот, динамализация данных, которая внутри системы нужна, которая, в том числе, связана с индексацией поисковой системы внутренней. Она предполагает, что в случае изменения одной сущности, мы должны продлитить большое количество данных другой сущности. И вот, особенно, это актуально для бэк-офиса. Если в бэк-офисе модератор решает сминистатус, пользователя какого-то, то часто это затрагивает контент, пользоваться, прямо целиком. И вот мы даже нажимаем кнопочку, и если он будет ждать, то очень долго будет висеть веб-запрос. Мы даже нажимаем кнопочку, ему пишется окей, и начинает там крутиться что-то в обработке. То есть в этом момент мы развязываем развязываем секторное взаимодействие человека с... Ну, понятно, да, что как бы долгая операция, что-то запустилось, что-то там крутится. Но при этом, допустим, изменение пользователя, изменение его контента, мы хотим, чтобы оно было некоторое вроде согласованное. Действительно так, что если что-то поменялось, поменялось оно либо целиком, либо не поменялось. Есть вот, ну, есть классическая инверсия, которая действительно в уровне базанов нам не дает такого возможности, потому что она, опять же, не может повесить инверсию, когда обретит произвольное количество элементов, какой-то ограниченный бэкэм, потому что мы получаем непрогрессированную по ладресе вещь, да, которые... непрогрессированную по ладресе вещь это очень вообще проблема, надо всегда иметь, чтобы все ваши запросы были какие-то очень понятные и не зависели от размера данных, которые они работали, как бы это было. Так вот, после того, когда все эти кусочки через очереди, опять же, то есть мы можем раскладывать и очередями нам предложения, и очередями, которые сорсят базу, например, сейчас сразу скажу, вот только что не видел на Nginx, у него есть блок там про микросервисы, вот сейчас прям Nginx, я сейчас наберу прямо в браузер, Nginx, Nginx, блок, микросервисы, прямо в гугле мне подсказки. Вот, и там есть один из пунктов, я сейчас рекомендую ну мы добавим ссылочку обязательно, да. Пункт 5, event-driven data management for microservices, вот, и там как раз тоже осматривается проводка очереди, когда мы сорсим, там, в данном случае используется москвей, и сорсится transaction log москвей. Вот, значит, так вот, живой веб, когда, в конечном счете, на последнем этапе, наша вот эта вот, некоторая очередь понимает, что она все закончила, понимает она в том числе код из базы данных герой событий, который потребляется на приложении, потом приложение может плюнуть к следующему сервису, который отвечает за веб сокет, что все готово. То есть, в этом плане мы имеем инструмент для связывания ну, всех слоев нашего нашего стека в широкой смысле, то есть, это от браузера с JavaScript, в котором крутится, до конечного хранилища, в котором выступает, например, подгрессовский бэкет, да, таким образом это связывается. Вот, здесь вот такие все инструменты доступны, я об этом плане хотел сказать, то есть, мы работаем, ну, не знаю, может кто-то из чеков придумает инструменты, но я здесь все, которые сейчас вспомнил, все практически в рамочной части. Слушай, а у вас вот эта логика, скажем так, обработки, ну, вот эта, да, сложная бизнес-логика имеется в виду обработки, она как бы просто программируется, вы там не используете какие-нибудь, там стоит машины, там вот что-то такое для вот ее, скажем так, выстраивания более-более какой-то удобной. Она, ну, конечно, как-то используется, то есть, ну, жизненный цикл объявлений, он не в явных, вот, стоит в машине, описан там. Какой-то workflow, вот, знаешь. А, нет, workflow не зафиксирован, как, ну, во-первых, workflow все-таки объявление такая прям совсем краеугольная вещь, она зафиксирована там в спецификациях, она не самодокументирована, она, наоборот, спускается, вот, то есть, вот документация и вот эта машина, то есть, документация хороша, когда она сама себя поддерживает относительно кода, да. Ну, это безусловно, вопрос синхронизации и документации кода. поэтому хорошо, когда она сама синхронизируется, вот, но жизненный цикл объявлений, это зафиксировано в спецификациях и со всеми там уровнями, которые нам и теле ставят там, все подписаны, все сообщены, все зафиксировано, такой у нас жизненный цикл объявлений, вот. В качестве кода, ну, там есть описание в виде какой-то матрицы переходов и, конечно, такое есть. Ну, я просто прошу, я вспомнил сразу же про машину. А так, а так мы описываем все это не декларативно, нет, все-таки это какие-то классы, ну, есть, есть какая-то иерархия, есть базовое поведение, есть, есть спецификация, вот, но это, я не знаю, это не что-то, что мы там на каких-то абстракциях вырисовываем, там переходы, оно у нас рождается, конечно, конечно, понятно. И какие-то основные вещи, они вообще захортожены очень сильно, ввиде того, что некоторые, там, не знаю, ветвения прописаны, там, более эффективно, там, некоторые циклы заменены, ну, такие оптимизации тоже применяются, и там, все-таки, местами это нагруженная штука, там, дающая десятки тысяч каких-то событий, в смысле, ответов, там, с одного бэкэнда, ну, что-то такого. Понятно. Понятно. Слушай, расскажи, какие вот на чем, ну, то есть, мы уже слышали, что у вас там бэкэн, ну, фронтенд, ладно, понятно, JavaScript тут как бы без вариантов, вот интересно, что у вас в бэкэнде? Ну, ты сказал, там, PHP упоминал, как основной в основном. Ну, PHP, Jinx, все довольно просто. Изначально, когда мы все это делали, какая стала задача? Не писать ничего, самого базового ПО. Ну, понятно, заиспользовать, что уже есть, это логично все, да. Базовое ПО мы не пишем, и такое, такое сильное утверждение, оно, мне кажется, одно из принципов, которые нам помогли все это вообще строить. Вот. То есть, значит, ну, так, PHP идет. Кстати, вы как-то на седьмую, на семерку не планируете? у нас был доклад хороший, там, все, мы перешли тоже, и реально, реально, у нас не было, на самом деле, однозначного понимания, сколько нам даст это ЦПУ, например, да, ну, это реально долго, ну, я не побоюсь, там, больше 50%, даже у нас, как бы, абсолютно общего плана веб, который, ну, что, по партии стройки, да, конечно, пополняет какой-то PHP, ну, ну, да, там, вот, и это, это эффективно, и мы, вот, нас на Баду, как раз послушали, потом, значит, у нас, вот, ребяток по PHP, там, все это дело, все провели, там, не скажу, что, совсем гладко прошло, некоторые зависимости пришло очень тонко обыгрывать, там, по-моему, ну, там, в том числе, там, не знаю, из подробностей, что-то баг-репортили даже, по-моему, там, ну, в общем, как-то, в общем, мы прошли этот путь, PHP 7 везде сейчас, обычно щелкаете, там, Авито, если кто-то щелкает, там, PHP 7, где-то там, сзади крутится, вот, а, PHP, значит, да, PHP работает, дальше у него, постгресс, MMCash, Redis, Rebbit, вот, там, я упоминал, Fluent, дальше, Monge еще есть, для своих задач, дальше все это, там, как-то сорсится, сорсится, и улетает, DVI-щую систему, вот, там, это, пропитарная штука, на базе вертики сделана, во многом, все, все это тоже доступно, на наши, вот, если кто-то сейчас интересовался, и поищет наши доклады, в принципе, это все открыто, мы об этом рассказывали, вот, ну, опять же, вот, как раз, про очереди тоже, вот, в DVH все это улетает, либо через очереди, опять же, и через очереди, которые летят с приложения, и через очереди, которые идут через, из-за потребления событий, и данных, базы данных, и, на самом деле, могу тоже побольше рассказать, ну, если сейчас нам это будет, как раз, интересно обсудить. Не, не, мы, 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 мы закончили, про, про, про бекенды, что-то еще пояснить. Да, не, не, а, смотри, еще такая штука, ну, просто, мне надо, чтобы тоже меня, как-то, наводили, надо еще просто, что-то, ей такая, все, все, все приложения работают у нас, с, как будто бы у него все раздепловано на локовность, вот, случайно, тоже удобная такая вот штука, она нам помогла, вот, а дальше, там возникают уровни проксей, которые мы используем, там. То есть, условно говоря, база-то у вас, само по факту, на другом сервере, просто локально стоит что-нибудь там, ПГ, этот сам. Нет, не только база, то есть, вот возьмем инсталляцию, application, например, application, да, вот, вот он думает, что у него вообще все, что он к нему же в мире ходит, это localhost. Любой сервис, то есть, у нас сейчас, в том числе, развивается, так называемая, микросервисная вся тема, да, тоже есть сервис, есть такая какая-то подготовка под сервис, вот он тоже все как будто бы на localhost и работает. Вот, то есть, это тоже нам помогло в свое время и как бы абстрагироваться от различных уровней от сеть на приложение, топологии бэкэндов, клиентов. это просто очень важная вещь, я отмену там, по-моему, PHP и прочим, там возникает Pg-Bouncer, как специализированная штука для Postgres, там возникает Twin Proxy, либо там, как он называется, Netcracker, что ли, могу напутать, это Mancash, он поддерживает протокол Mancash и Redis, вот, к чему не специализированного такого штуки, там используется Haproxy, и, конечно же, Haproxy еще поверх всех других, то есть, обычно типичная связка Proxy, это Haproxy и специализированный Proxy для бэкэнда, такой применим, вот это очень удобно, то есть, вот эти, вот эти, вот эти, баунсеры для базы, там, ты, Proxy для работы с МКшом или Redis, они решают, на самом деле, несколько разных, разных задач, то есть, это и регламентация доступа, это и мэппинг, это и роутинг, ну, и очередь, опять же, то есть, там возникает, так называемая, синхронная, что ли, очередь, когда, когда, то есть, этот Proxy, он, он, нониточный, и на себе, мультиплексирует, бэкэнды, которые за ним, на самом деле, бэкэнда, может быть, еще один Proxy, это можно отдельно пояснить, на самом деле, что касается системы базовых данных, я об этом рассказываю, то есть, то, что я рассказываю, это во многом эксплуатируемая система уже много, много лет, вот, если бы точнее, часть того, что мы сейчас эксплуатируем до сих пор, это еще было сделано пять лет назад, я, когда, так, полушутку рассказывал, что мы, пример, пример инсталляции, когда закон Мура для нас работает, наши нагрузки растут, данные растут, система, в принципе, справляется во многом, потому что и компьютеры тоже растут, такой классический пример, что ли, такого контента растущего проекта, который за деньги контент, что если контент за деньги, то он как бы очень, он растет по некоторым вот такой, если у вас бесплатный контент, то он растет вот так вот, но там немножко, короче, другие технологии, сейчас с Мавитом мы тоже входим в такую игру с этим контентом, который бесплатный, у нас есть мессенджер, вот, и там вот немножко другие требования, и там другой рост количества сообщений, и количество спама, и, ну, как бы, это тоже такая отдельная тема большая. Слушай, знаешь, вообще интересно вот это архитектурное такое решение, то есть, обычно же, как все говорят, ну, вот там начинаются проблемы, когда начинаешь там шардировать данные, ну, то есть, как минимум, больше одного инстанца какого-либо сервиса, да, встает вопрос, как, значит, роутить, куда роутить запросы, вы это решили немножко по-другому, то есть, поставили, абстрагировались на уровне прокси, у вас все, условно говоря, на локухосте, а дальше вы конфигурации, рулите, это... Ну, да, отчасти такой принцип, то есть, мы... ну, все такой баланс, то есть, хочется либо унести твое шардирование, твое роутинг в приложение, либо спрятать вот приложение. Ну, да, да. Ну, если ты хочешь свой роут между разными, я не знаю, библиотеками, между разными языками распространять, возможно, тебе интересно его спрятать пониже, чтобы его не реализовывать в разных, ну, вообще, ну, как бы, в разных, что ли, в разных языках, в разных точках деплоя. Вот. Ну, если у тебя какая-то идет работа целиком, например, с PHP, к этим данным, например, по данным мы говорим, тогда, может быть, удобно и сделать это правило распределения по узлам, если мы говорим про шардированную систему, вынести это в код приложения. Тогда просто, ну, ну, это бывает так удобно, что код лежит, который показывает, как это все роутится, там же, где какая-то основная прикладная логика. Ну, почему-то удобно видеть то и другое где-то в одном месте. Ну, это как бы, это уже на уровне каких-то внутренних практик, которые просто эффективны на текущих людей, на текущие какие-то наши внутренние завязки получаются. У нас есть, я скажу так, у нас есть и какие-то роуты и шарды, которые запрограммированы внутри приложения, также это спрятано приложение на уровне конфигурации. На уровне конфигурации. Ну, да. А тогда тут, смотрите, такой вопрос, сразу напрашивается, а как вы здесь нарулите всей конфигурацией, потому что, ну, окей, вот от приложения вы это спрятали, но встает другой вопрос, надо же теперь это правильно и грамотно администрировать, то есть и обновлять, и не потерять, то есть это как, вот расскажи в этой области немножко, как у вас все. Ну, как там это, паулер называется, скажу, паулер теплой, blue green deployment, да, то есть это вот как мы эволюционируем наше, наше все. То есть мы берем, все дело, переключаем с одной версии на другую, наше взаимодействие, то есть можно выделить всегда некую клиентскую составляющую, серверную составляющую, то есть выкатывается новая еще копия серверного IP, мы весь фокус, дорабатывает предыдущая начинает работать в принципе через такой, то есть ну, самый напрашивающийся пример, мне кажется, мне он к себе ближе, это когда мы там, не знаю, меняем API данных на базе данных, и есть там пиент, который, который это использует. Соответственно, выкатывается новая схема сначала выкатывается на следующем включении, потом переключается, потом переключается, потом выкатывается клиент, которому уже зашиты каким-то образом использование новой версии IP. у вас есть классическая IP, допустим, есть приложение, вот, оно использует одну версию IP. Сначала выкатывается новая версия IP на бэкэнде, так, наверное, еще более понятно. и потом выкатывается приложение, которое выкатывается. После того, когда мы считаем, может быть, по-разному, 350, после того, когда мы считаем, что гарантированно все запросы поставили на первый IP, мы подоконники переключаем на новую. Собственно, я на самом деле очень универсальный принцип, он относится ко всему. Не, универсальный, но тут как бы самое интересное, как оно, так сказать, вот ты говоришь, обновляем схему, да, соответственно, расскажи, как вот там базу данных, ну, самая основная, как бы, такая вещь. Как она у вас устроена? То есть, у вас там, ну, то есть, это схема, данные-то по факту, вы же не копируете данные, да, остаются данные те же, конечно же. Есть два независимых два независимых от процесса в процессе деплоя вообще, получается, это деплоя кода, причем, ну, код, он может идти на любых уровнях, на любых точках деплоя, то есть, это не деплоя. А фронтенд, бэкенд, а перед сервисом? И так же, так же код, который деплоен базу данных. То есть, в базу данных также есть код, это, например, там, проявленная процедура. Есть, и это, это интересная тема, можно и открыть. Теперь, дальше, а теперь, а теперь еще есть деплоя схемы. У деплоя схемы он, это отдельный деплой, то есть, это как раз самый, самый, что я, так сказать, нижний слой, когда нам нужно совместить предыдущую и новую версию низкого уровня API, потому что, в некотором роде, как бы, сама структура данных, это, как бы, порождает некоторый пик доступ к ней. Поэтому, есть процедура, есть процедура, есть процесс, который потом запускается, который деплоит схему данных. Это, как бы, один процесс. Иногда, чтобы подготовиться к деплою кода, надо сначала раздеплоить новую схему. Данные мы не деплоим, данные мы не дублируем, то есть, на боевой системе, какой-то, возьмем там, основной кластер, где хранятся основные, рабочие, на рабочий горизонт объявлений, там, это порядка, порядка нескольких терабайт, три терабайта, ну, там, в том числе, хорошо разбираемся вот в этой базе данных в подгрессе, знаем, как там можно сделать альтеры. Ну, смотри, просто интересно, как бы, во-первых, понятное дело, что у вас все новые изменения, они как бы обратно, ну, не то, что обратно совместимы. Правильно. Между, между предыдущей и между, вот, правильно все, правильный вопрос, конечно. Значит, вот, как укатывается код, значит, укатывается релизная ветка. Она одновременно может быть, ну, либо в предыдущем состоянии, либо в следующем состоянии, собственно. И на некоторый момент времени у нас одновременно существует предыдущая ветка и... Ну, просто с точки зрения базы непосредственно, это просто разные вьюхи на одни и те же таблички данных, чтобы как бы два независимых оператора Это одновременно, надо так выкатывать схему, чтобы одновременно на новой схеме у тебя могли работать предыдущая и следующая ветка кода. А, ну все, я говорю, просто у вас изменения, то есть вы там не можете просто так взять и дропнуть столбец, потому что он нужен старой версии, условно говоря. Да, так не можем, так не можем. То есть если потом дропнуть столбец, то это будет просто выкатка, которая будет не касаться... Ну, текущей версии, да. Не касаться кода, то есть, ну, потом дропнуть столбец можно. Это условно говоря Какие-то альтеры добавления столбцов А потом, когда они через 2-3 поколения Уже понятно, что вы все Перешли клиентский код Тут Немножко проще Из-за того, что, опять же говорю, эволюционирует одна ветка Мы очень четко видим Когда предыдущая ветка Закончила свою жизнь Ну как это Не сильно ошибаюсь Есть просто тайм-аут Просто на запросы В течение нескольких минут мы можем гарантировать Что предыдущие все запросы Они уже отжили свое Но тут есть очень тонкость другая Мы говорили про очереди очень много Есть вдруг какая-то В очереди вроде такая В современном термин Такая корутина Может быть такая очередь, которая как корутина Постоянно там что-то делает И вот надо не только дождаться, пока Синхронные закончатся вещи Ваша корутина Если только корутина Так и не написано Что она сама не подхватит Новую версию Кода как бы Самую себя как бы Да Это на самом деле Тут Я не скажу, что это прямо Какая-то абсолютно массовая У нас разработка Именно в таких кейзах Тут мы на каждый кейс Скорее всего Подбираем свое решение Тут пишем Вот это мы так реализовали И говорим, что да Вот это корутина Мы ее будем дождаться потом И после чего Код, который будет касаться этой штуки А как вы оставляете Чтобы в нее новые задания не попадали Она же все время живет Живет Ты же в процессе выкладки У тебя получается Ну там Запросы-то как бы не умирают Они все еще идут И в нее опять сыпятся задачи Задачи Вам надо ее остановить В какой-то момент В ходе того, что надо остановить То есть в самом процессе выкладки Тормозит Тормозит Эту очередь В принципе В ходе того Хороший вопрос Я сейчас так К сожалению Это можно Ну это отдельно Надо провести Я сейчас сходу могу Напутать Ну да Там есть такая задача Есть такая задача Что есть Есть синхронное обращение Которое просто контролируется Таймало Там сколько они могут обрабатываться А есть корутина Которая может крутиться И в это время Она должна Уметь подхватывать Либо уметь падать Говорить, что я начинаю Работать так Что я не могу Дальше продолжаться Потому что Поменялся вход Слушай Я сейчас могу Ну ладно Хорошо Оставим Но это задача Которая явно Поднималась И мы Я помню точно Что на некоторые На некоторые На некоторые Куртины такие оказались Вот Это хороший момент Когда вы начинаете Друг что в общем В виде решали Вы сначала посмотрите внимательно На вашей кинезе Возможно Они вообще не касаются То есть вы проблему Решаете Она возможно вообще не касается Реально так Сейчас работает Я смотрю Когда я иду к рутины И понимаем Что Елки-палки А не важно То есть вот допустим Какое-то обновление Которое Которое Как бы Куртина крутится После того Как синхронно Что-то нажали И там просто В принципе Нельзя так сделать Чтобы Она работала И по старому И по новому механизму Поэтому надо Куртина ее тормознуть Например Вы обновляли Данные пользователя И слали ему письмо А потом Вы решили Что в процессе Куртины не надо Слать письмо Есть вообще Продуктовая проблема А что делать Часть обновила Слать письмо А часть обновила И не назвать письмо Поэтому гарантирует Надо дождаться Что эта курина Закончится Новые не начинаются Тормозим Здесь как бы Даже Сам круг Дает ответ На то Что нельзя Одновременно Чтобы курина Себя вызвала Вот Такие Ну понятно Это 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 не просто Но я в том числе Сирим На доске рисуем И Разбираем Эти Наши курики Ясно Слушай Ну а ты сказал У вас есть там Код соответственно В базе Да Ну там Это хранинки Какие-то А в принципе С приложения Вы все же Как бы Просто SQL Какие-то Ормы В смысле Либо хранинки Очень все просто Думя Основными Требованиями Разделяется Дипло и кода Между базой И И приложением Первое требование Это произвительность То есть Если у вас Что-то вызывается Тысячу раз в секунду То удобнее Будет это сделать Так Чтобы меньше было Меньше было Взаимодействия Между Между клиентом И сервером То есть Как по сети Чтобы Допустим Ваша Если это Какая-то Транзакция Лучше ее Слопнуть И вызывать Заполнять ее На стороне База Сервера А не гонять Вот сюда Плюс Например Postgres имеет Такое Такое Свойство Что То что Разок В бэкенде Postgres выпнулось Оно Прикешируется Ну да И работает Это хорошо Второй вопрос Это безопасно Вот Это Такая Горячая тема Вот И Посмотрите Да Вот у нас Приложение Оно Выводата Вот И Это Самый Такой Выводата Пользователи В Истин Вот Если Кто-то Получает Досту Нашу Выводату Это Какая-то Атака Которая Ожидаема То Вы Получаете Доступ Коду И Видите Там Ваши База Вот Вот И Если У вас Даны Права На Работу С вашими Данными То Ну Вы Получаете Ну Как бы Все Да Понятно Ну Как бы Все А дальше Идет Такая Штука Ну Дальше Просто Возникает Женая Задача Что Делать Либо Делать Такую Систему Безопасности Которая Все Риски Поводатели Исключает Ставим Контур Ну Какой-то Там Контур Ставим То есть Здесь Есть У нас Целая Служба Инженеров По Безопасности Мы Это Обсуждаем Это Такая Проблема Актуальная Либо Мы На Уровне Объектов Базаны К Каким-то Там Сущностям Там Где-то Применимо Закрываем Полностью Доступ Слободный Из Приложения Оставляя Доступ Через API У вас Разные Приложения Они В базе Коннектятся С разными Уровнями Доступа Под разными Пользователями У всех Свои Только Набор Прав Куда Кому Что Нужно Принципиально Там Буквально На пальцах Пересчитайте Сколько Типовых То есть Есть Пользователи Типа То есть Приложения Есть Пользователи Owner Из которого Войдет Выкатка То есть То что Выкатывает Это Owner И там Возгласованной Сектуре Позволяет Разделить То что Доступно Пользователю И то что Доступно Owner Который Супер Пользователь К этому Объекту Который Мы Жизнь Творились Вот Ну и все А дальше Из-за того что Свободная IP К Некоторым Таблицам Оно Прекращается Дальше Включаются Инструменты Мониторинга Управления Активностью Через API Вот Ну мы здесь Тоже Баланс Поддержим То есть Мы допустим Не делаем Двойную Авторизацию То есть У нас Разок Разок Браузер Авторизовавшись Под пользователем Дальше На более нижних уровнях Не авторизуется Понимаешь Вот Но Костя Это просто К чему Это к тому что Если ты Заавторизовался Под своим Логином То API Дальше На уровне Базы данных Не проверяешь Что ты Не можешь Посмотреть Мои Объявления Понимаешь О чем Речь То есть Если бы На уровне Базы данных Тоже Мерили Куку Аля PHP Тогда мы Могли Видеть Что Ага Ты Такой Юзер Ты Не можешь Смотреть Чужие Объявления Но мы На базе На Такое Дело Это Как бы Баланс Такой То есть Нельзя Прямо Совсем Уже Быть Не Ну Понятно Опять же У тебя Пользователи Это База данных Тоже Имела Некую Сессию И Рамка Нее Был Зафиксированный Юзер Уже И приложение И он Не мог Выходить За рамки Не своих Данных Ну да В этом Случа Когда У тебя 10-20 Пользователей Ты Конечно Можешь Пользователей Заводить Как честных Пользователей Базы данных И собственно Средствами Базы данных Разграничивать Ну Я говорю Когда у тебя Начинаются Миллионы Пользователей Это Да Ясно Слушай Ну Давай немножко Поговорим Про Postgres Потому что Мы уже Так много Раз Его Упоминали И ты Как активный Такой Деятель Postgres Коэль Раша Комьюнити И всегда Выступаешь Разными Докладами Вот Расскажи Как Вообще Как тебе Postgres В целом Ну Это Хорошая Такая Общего Вида Машинка Которой Можно В принципе Сделать Очень Многое И Она Будет Очень Эффективна В рамках Очень Широкого Класса Ограничений Можно Просто Взять Подгаз Машину И Сделать На ней Очень Много Задач Это Будет Задачи Хранения Обработки Поиска Каких-то Асинхронных Замонетий Все Это Можно Сделать В рамках Подгаз Машины То В этом Плане Это Удобно Удобно Да Значит Дальше Есть Ограничения То есть То, что Эффективно Можешь Сделать Где-то Еще Ты Не Можешь Сделать Так Эффективно В подгазе Но Довольно Быстрая Штучка Часто Ее Достаточно Под Под Широкий Класс Задач Ну Да Дженек Такой Датабейс В общем Инжин По сути дела Это Сейчас На самом деле Идет Глобальный Тренд К Так Называем Сервер Лес Архитектуры То есть У тебя Есть Джаваскрип На Джаваскрип На приложение Либо на браузере А дальше Есть У тебя Без сервера Там Все Код В Ну Да Вот То есть Такие Аппликационные Сервера Которые Рядом С данными Кузицы Дата Локалити Совмещены Вот Возглас Я так Смотрю Там Еще Ставер Брейк Не помню Году Сделал Такое Сервеприложение Которое Можно Деплоить Код Которым Есть Общий Интерфейс Работать С данными До сих пор Эта штука Довольно Хорошо Отправляется С очень широким Пастором Ну ты кстати Затронул Вот это Серверлесс И такие Аппликационные Сервера Которые Рядом С данными Вообще Такой Тренд Мне кажется Новый Активный Набирающий Оборот Мы В одном Из предыдущих Выпусков Говорили Про NGINX Сло Ну и Сейчас Там Встраиваемый Тарантул Тот же Тарантул Конечно Тарантул То что Константин Ваше Павделает Это как бы Мне близко То есть он делает Как бы на своей технологии Я на самом деле Вот я говорил Пять лет назад И пять лет назад Что-то подобное Сделал На другой технологии Может быть Даже мы Если бы встретились Мы бы не поняли Друг друга Что мы как бы Потом Как-то будем делать Какой-то Общий Френдер Да Не ну в Postgres тоже Там же есть Сейчас всякие Уже так сказать Расширения Которые там Т-HTTP Интерфейс Прикручивают Нет Это Я не говорю Не про это Нет Это немножко другое Да Я понимаю Что это другое Но в смысле Это тоже Как бы тенденция К тому Чтобы данные И вот скажем так Какая-то логика Их обработки Были максимально близко Вот да То есть вот это вот Нет Там дальше возникает Сразу же вопрос Через там Два шага Это вот как раз Эти называемые Курутины И то что Вы можете делать Асинхронно Вы не можете Делать асинхронно И вот это Ну это Для баз данных Это скорее всего Не те курутины Которые должны Там Тысячу раз Тысячу раз В секунду Обрабатываться И их задача Исключать провисание Там по взаимодействию В ИО И в сеть Я говорю скорее всего О провисании В рамках апдейта Большого количества Изменей Большого количества данных Вот Ну как я Если я ничего не путаю То есть Там тоже Тарантули Также у Процедура Которая Суть курутина Также может бежать Там по каким-то коллекциям Что-то там набирать Делать При этом Я думаю Также внутри И решены проблемы Мультиплексирования Сети И снимания Загрузки ЦПУ Когда ты Жрешь сети Я тоже слышу Но в принципе Сама задача Что ты по ходу дела Обрабатываешь Данные Вот такую штуку Я делаю на Postgres И мы это делаем Просто на Секвеле-чередях Грубо говоря То есть Это вообще говоря Общего вида Система Которая Через обычный Секвеле Реализует Ну как не всем обычный Там есть Подглес Секвеле-специти Потому что Postgres Секвеле В свое время Это вот Скайп Я должен Упомянуть Я всегда Упоминаю Наши Вот Такая же Система Работает С объявлениями Сюзерами Она В свое время Мы с вами Подхватили Наработки Скайпи Ну Авторов Скайп Скайп В свое время Очень много Внес В развитие Postgres Комминити Вот они Версии Могу соврать Можно проверить Версии Очень банны Например Закоммитили В Postgres Функции Которые Движок Внутренний Postgres Притягивают На уровне SQL И получаешь SQL функции Которые Позволяют Работать Со Снапшотами Транзакционными База данных То есть MVCC MVCC Движок Подхлеса Проходит на уровне SQL И ты с SQL Запросами Можешь посмотреть Какие у тебя данные Наменялись Между Транзакционными Снапшотами Это очень важно В плане Понимания Нахождения Изменений Легковесная Что ли Легковесная Работа С изменениями В таком Неблокирующем Режиме И вот На этом На этой штуке Реализуется Очередь И она Там крутится И Что-то делает С данными Которые Есть И вот Эта штука Это как Зачаток Именно Такого Современного Понимания Сервера Аппликашн Который Может Делать Более Общего Работу С данными Включая Асинхронные Все вещи Я так смотрю На такой набор Понятно Слушай Расскажи Как бы Понятно Что у вас там Кластера Соответственно Крутятся Что вы используете Для кластера Там же тоже В постгрессе Несколько Так сказать Возможных Решений По кластеризации Ну кластера У нас есть Это Кластера Мы все Назваем Некую группу Машин Назваем Кластера Поиск Это Сфинкс Машины Сфинкс Демон Привет А в Подгрессе Что вы там Есть Кластера Есть Кластера Кластера Редис На самом деле Это Очень все Близкие Кластера Потому что Они либо Они либо Шардированы По Ну по Какому-то Роуд Правил То есть Либо По хешу Либо По какому-то Свойству Которые В запросе Есть По категориям Предъявления Они по категориям Разложены Вот То есть Это не для всех Запросов Но для запросов Такое Шардирование Применяется Где-то вы Раскладываете данные По юзер-айди И получаете При наличии Юзер-айди В качестве Атрибута Запроса Вы получаете Сразу же Доступ К нужному Шарду Ну понятно Да Вот То есть Опять же И Дальше мы Только Вопрос такой Где у нас Это шардирование Куда у нас Прятать Вот допустим Если касается Postgres Давайте я начну сверху Если касается Редис Ммкэша Это нам дает Как раз наш прокси Теймпрокси Недкрайкер Он дает нам Кручки для описания Шардирования И он сам на себя берет Шардирование Он сам разбирает Если это мультиквери Он разбирает Мультиквери На разные шарды Это тоже есть Такой Кьюинг Батчинг Не знаю как это правильно Назвать То есть Тоже Теперализовано А если касается Подкраса То мы используем Полипрокси Такую штуку Мы прячем Этот уровень То есть Опять же Мы прячем Шардирование На уровень бэкэнда И само приложение Опять же Тоже Как бы Мы ничего Про это не знаем То есть Тепология У него скрыта Мы лишь требуем То что А приложение знает Что это шардированный Шардированный запрос И оно должно указать Крючь-крючь Шардирование Чтобы получить Правильный роут Ну или в каких-то случаях Мы говорим Выполнить везде Какой-то уже есть И вот как раз На этом полипроксе Это делается Параллельно То есть Мы такой получаем Фриворк Последовательно Когда мы можем Параллельно Уполнять запросы к данным Используя вот этот инструмент Полипроксик Тоже пришел От скайпи Скайпа Ну а Постгресс у вас Это просто Мастер-слейв Соответственно Репликация и все То есть Кластер Это и физическая И логическая Репликация Вот здесь Такая же проблема В постгрессе Кластер Это Инстанс Постгресса Называется Кластер Такое совпадение Под Кластером общего вида Мы понимаем Набор машин Логически Объединенных Ну Общую функцию База Объявлений Это набор машин Которые имеют Кластера Как физической Репликации Это Кластические Слейвы Там На бинарном Логике Ну На воля Так Логические Репликации Логические Репликации В нашем случае Это опять же Те же самые Очереди Которые Через базу Идут Но они Обобщены До фреймворка Если Фреймворк Ландайс Не знаю Это фреймворк Который Вокруг Подгасовой Структуры Которую Поминал Выстроен И он Распространяет Изменения База данных Которая Презначена Для Работы В личном Кабинете По юзер Иде С объявлениями Мы взяли С нее Выделили Материализовали Активную Часть Объявлений Которые Доступны На Показ Через Логическую Репликацию Прокинули На отдельную Машину Заняли Там С этой Машины Начали Индексировать И показывать Контент Мы Практически На Большую Часть Решили Ту Резачу Которая до сих пор Эксплуатируется То есть Это один из самых Таких первых Таких схем Что ли Которая родилась И Во многом Это Эксплуатируется И уже Даже Ни в одной системе Многих систем В которых Авито Существует В итоге Как получается Авито Различные системы Могут быть доведены До Вито Как сделано Большой Авито С объявлениями С узорами Ну понятно Да Слушай А какую версию Вы сейчас Подгресс На какой Вы сейчас Версии Живете Просто Интересно Ну На разных Мы довольно Такие Консервативные Ребята В плане Обновления То есть Обновление Зачем Нужно Когда Заканчивается Поддержка Либо Когда Новые Фичи Уже Прямо Пожны Либо Когда Есть Какие-то Проблемы С Последние 9.2 Последние 9.4 У нас Используются В продакшене Сейчас Стоит Задача Обновляться 9.2 Обновляться На 9.4 И где-то Использовать 9.5 9.5 Там В том числе Полезные Функции С Джейсоном Есть Ну Да Нашим Все эти Штуки Они Как бы Все эти Севера Основятся Тораной Суперсерверами Да И удобно Гонять Удобно Гонять IP Общего вида Там Пригласить Джейсон И так далее Вот Когда у тебя Встроенные Средства Работают На Секрир Пишешь Джейсон Удобно Ну Как бы Да Такой Формат Распространенный Просто Немножко Упроститься В дальнейшем Как бы Развитие IP Ну Это тоже Опасно Вот Бывает С этими Джейсон Суперфункциями Например Бывает Такое Что ОРМ Допустим С Одного Уровня Пролазит На ОРМ Уровень Процедура Прям очень Плохо Антипаттерн Я считаю Когда тебе Пролетает Функция Она Потом Внутри Разворачивается Какой-то Еще Какой-то Плохой Паттерн И А дальше Такое Правило Если Он у тебя Выполняется Тысячу раз Секунду Это Всем Очень Плохо А если Выполняется Иногда То Можно Положить Копилочку И Живет Обычное Дело Баланс Такое Нужно Понимать Ну Это Обычная Задача Как раз К тебе Как Архитектор Вот Архитектор Иногда Работать Сех Долгом Это Одна Из Основных Мыслей Что Отложить Всех Долг Что Сразу Подварительно Еще Долг То есть Как бы Фича Может Излететь И Переоптимизировать То Что Не Излетит Это Не Надо Еще Бывает На Уровне Прямо Продукта Посмотреть Потому Что Совсем Частные Решения Могут Все Продемонстрировать И не надо Вообще Не гордить Никаких Общих Подходов Зашитый Чуть ли не HTML Какой-то IF Может Все Показать И дальше Ничего Не делать Слушай Ты тут Рассказал Про Всякие Разные Проверки Решения А у вас Есть Что Такое Ну Типа Как Booking Всегда Очень Сильно Пиарится Рассказывает Про Как у них Абэ Тестирование Что они Часть Фич Выказывают Для Одних Пользователей Часть Для Других Есть Такое Есть Такое Нет У нас Такого Инструмента Что Мы Реал Тайм Что Смотрели С Красивыми Картинками Пользователи Реальные Пользователи Размещаются Следующим Образом Эта информация Поступает От Как раз Дивеющей Системы Там ребята Аналитики Прикидывают Каким пользователям Назначить Какие варианты Работа Системой А дальше Просто Код Который В итоге Поднимает Пользователя Он смотрит Какое поведение Для него Реализовать А дальше Потом После всего Этого Аналитики Собирают Свои цель Показательные Которые Опять же Прилетели С очередей Анализа Различных Уровней Ну и смотрят Дальше Свои модели Каким образом По факту И по прогнозу Сработала То есть То что Если я правильно Помню вопрос То что У нас существуют Средства У нас существуют Скрипты На основе которых Мы взаимодействуем С Под системой ДВХ Как мы называем BI Функция У нас есть Ну я понял Да Что в целом Просто как бы Вы скажем так Для каждого Польза Собираете Вот его Вот этот Функционал Из На основе Чуть Это Тоже Это Как бы Несекретная Информация Мы об этом Рассказываем У нас есть Метапы Рассказываем 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 И про Б-тестирование Как оно Проходит И про Ну про Все эти прогнозы Которые я упоминал Про анализ Данных Есть Метапы Рассказываем У нас Развитые Машин Машин Вью Машинное Зрение Технологии Мы Тоже Пытаемся Все эти Современные Штучки Это тоже У вас Какие-то Внутренние Команды Которые Собственно Это Особная Команда Она Создана С ними Такой же Интерфейс Некоторых Очередей То есть То что Связано С Процессингом Политических Запросов С ними Это напрямую Не работает Это работает Через Наши Очереди Которые Мы Разделяем То есть Мы на самом деле Тут даже У нас тут Протокол Как бы Это протокол Очередей Это даже Не Какая-то ТП Вещь Ну Они просто Подписываются На очередь Забирают Себе События Мы реально Шарим Рейти Очереди Мы Совместно Вводим Компонентами Какой Рейти Очереди В эти Очереди Ходят А дальше Запускают Свои Ну Их Реально Специфическая Система Там С ГПУ Кластерами Отчасти Эти Команды Пересекаются Только на уровне Уже Данцитовской Инфраструктуры Общий Общий Дефокс Общая Дефокс Команда Просто Отслуживает Атака На уровне Очередей Это Разделено Понятно А два Соответственно Тоже у вас Отдельный Кластер Тоже Через очередь Попадает Информация Для аналитики Она Отдельно От Основной Системы Безусловно Живет Как бы Ну То есть Там Есть Общие Репозитории Кода Нет Ну Пропадает Я именно С точки зрения Что там Инстансы Именно Там У них Там Свои Баз Данных Там Разные Технологии Там Есть Поприторная Система Вертика Вертикальное Хранилище Также Есть Просто Удобная Очереди Разделяют Ридис Используют Часто Большое Количество Хэшей Вот Это Оба Кожа Лежит Костера Которые Опять Мы Совестно Поддерживаем Потому Что Мы Давно Делаем Успешно Ну Понятно Мы Умей Решали Балансировать Мониторить Ясно Слушай Еще Знаешь Какой Моментик Наверное Такой Не обсудили Это Тестирование То есть Как бы Деплое Деплоем Но Все же У вас же Есть Какой-то Стейджинг Для тестирования Всего вашего Нельзя же Просто так Взять И нажать В пятницу Вечером Деплое Деплое Или на прот Нельзя Но хочется Особенно Вечером Всего Ну да Так обычно Происходит Значит Тестирование Какое Значит Есть тестирование Совсем Тестирование Которое Выполняется Ну для каждого Компонента По факту Так сказать Там попадание В репозиторию Или еще По факту Там данные Нужны Либо Для того Чтобы Каверидж Выполнить В нужном Мире Дальше В качестве В качестве Итогового То есть В качестве Итогового Теста Та ветка Которая Пойдет В бой Используются Тестовые Юзеры Боевые Данные Ну Обычно Для тестов И наоборот Такая штука Есть При этом То что я сказал Сначала Для Теста Для того Пройти Тесты И сделать Каверидж Для этого Существует Система Которая Позволяет Взять Данные С Боевых Баз Их Проиндексировать Их Разложить По кэшам Для них Сделать Картинки Их Обфусцировать И положить В какую-то Маленькую Базу Которая Есть У тебя Как Разработчика Или Как Опять же Мы Не можем Как бы Воспроизвести Весь набор Юнитестов На этих Тестовых Данных Потому что Например Такая возникает Штука Жизненный цикл Объявления Довольно Долгий По времени И вообще Сложный И Очень Ну как бы Не поставить Задача Как Смоделировать Что Объявление Которое Создалось Два дня Назад Оно должно Сработать Триггер По нему Сработать Сейчас И вот Что делать Если Детят Объявления Которые Два дня Назад Создалось Ну в общем Какие-то Жизненные циклы Которые Продолжены По времени И там В ходе того Часто возникает Что Давайте Мы будем Сдвигать Время На сервер Или что-то Тестировать Давайте Мы Что-то будем Подхайкивать На каком-то Из уровня Вопрос Получается Что У тестировщиков Есть своя Система По которой Тестовые Узера Тестовых Пользователей На них Есть Некоторые Мониторинги Чтобы Они В конечном Счете Чтобы Тестовые Данные Не Нам Не Создавали Какой-то Личной Нагрузки Личнего Шума Внутри Если Совсем Тестировщик Работает В Таком Как бы В Водном Павлете Что Он может Если там Тестироваться Достаточно Много Веток И каждая Ветка Будет Тестировать Создание Пользователей Мы можем Секунду Создавать Очень много Пользователей Только Для Тестировать Какой-то Кейс Создание Пользователей Вот И С такими Ограничениями Приходится Работать И не знаю Что Не надо Создавать Очень много Данных Если Такая Штука Возникла Либо Тест Перегоняй Свою Локальную Систему Которую Есть Программа Которая Воссоздает По максимуму Всю Коробочку Все Окружение Это Очень Непрошенная Задача Потому Что Очень Многие Штуки Легко Не Проксируются Не Мокаются В плане Выстроения Интерфейса И Обмана Одной Системой Другой Системой Так Эти Механизмы Мокали Применяют В своей Построении Ну Не знаю Какой Кейс Разобрать Но Польза Регистрируется Смс Подправить Да Потому Что Как Потом Пророутить Что Это Смс Приходит На Сервис То есть Надо Отправить Смс С тестовой Системы В общую Очередь Как И Совместить Ну Понятно Как Потом Выцепить Результат А еще Другая Штука Надо Проверить Платеж Отправить Смс Потом Принять На Общем Сервисе Который Работает Либо Изначально Так Сделать Чтобы Пошел На Определенную Песочницу На Ну В общем Вот Такие Вещи Я Кому Говорю Что Есть Какой Набор Кейзов Который Мы проверяем Используя Боевую Структуру Все Да Я понял Такие Сложные Вещи Часто Такие Вещи Есть Мы Постоянно Пытаемся Выявлять Такие Штуки Тестировать Внутри Либо Что-то Дорабатывать В целом Потому Что Всегда Получается Эта Штука Аффект С двух Сторон Если Ты Развиваешь Дев Систему Она Начинает Аффект В Продакшн И Наоборот Если Что-то Хочешь Выносить Тест Продакшн Он Начинает Аффект В Систем Наоборот Компонент Более Я Привезу К Боевым Грузкам Надо Контимулировать Модератор Жизненный Цикл Объявления Он По-многому Завязан На том Как С ним Работает Человек Тест Модератор Мы Не Садим Здесь Опять Ж Это Некая Эмуляция Идет Процесс Вот И Это Все Очень Сложная Она Во многом Не Такая Веселая Как Как Какую-то Крутую Фичу Выкатывать В бой Но Ты Всегда Знаешь Что Ага Если Ты Крутую Фичу Выкатываешь В бой То Возникает Та Сторона Что Надо Все Подержать На Дев Откружении Ограничения И Требования Здесь Рождаются Да Это Конечно Непросто Следующий этап Такой С этим Тестированием Система Система Большая И Необходимость Ее В том числе Модульности И Сервисного Отделения В том числе Происходит Из-за того Что Весь набор Тестов Текущий Уполняется На большой Системе Он просто Настолько Большой Что Цикл Цикл Тестированный Очень длинный Получается Поэтому Если Мы Можем Развести Систему На Разные Компании Которые Деплоятся В своем Цикле Ты Тест Ты Можешь Проводить Независимо Конечно Да Независимо Но Это Так И Есть Что Мы Запиливаем Конечно Первая Очередь Это Разместить Отдельным Сервисом Вот Отдельный Сервис Иногда Это Оверхед К тому По времени Внедрения Чтобы Существующую Но Опять Мы получаем Еще Больше Монолит Возможно Будет Тяжелее Поддерживать Теста Будет Больше Ну И Дальше Вся Вся Вещь В связан С управлением Разработки С управлением Выкатки Доставки Резьми Ну Понятно Все непросто Все непросто Слушай А как Расскажи Как вы Все это Мониторите Потому что Столько Всего Как-то Надо За этим За всем Следить Ну Я так Скажу Понятно Что Там Система Развита Развивалась Но Пытаюсь На основных Фишечках Что Сфокусироваться Есть На самом деле Небольшой набор Очень показательных Графиков Которые Просто надо Отслеживать Есть Система Графиков Она Построена На Графитовском Стэке Есть Система Графиков Построена На Мунинском Наборе Скриптов Но Не суть Важно Есть В итоге Набор Графиков На которые Прикручены Алерты Это Обычные Алерты Которые Дают Мунин Или Дают Компонент Плагин К Графиту Вот И вот эти Ключевые Графики Которые Мы Нашли Которые Мы Мониторим Именно Показывают Здоровье 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 Наши Системы Дальше Ну это Что касается Всем Определения Аварий Что касается Некоторых Расследований Наблюдений Системы Тоже Расследований В рамках Какого Немного Техресеча Можно ли Недрить Что-то Ресурсов Вот Здесь Тоже Есть Немножко Другой Набор Графиков Которые Нам Показывают Ресурсы Не Режем Лим Где-то Трафик То есть Нормальный График Какой Это Такой Плоский График Такой Гладкий График Но С Некоторыми Выбросами Которые Не Выраждаются В полку Вот Это Такие Такие Как бы Вещи Которые Большое Внимание Есть График Какого-то Мониторинга Он Гладкий Значит Не возникает Резких Скачков При этом Он не должен Выглядеть Как Подстриженный Подпочет Голова Да Значит Теряешь Часть Часть Трафика Вот Но Опять же И когда Вы мониторите Ваши бэкэнды Прикрытые Кэшами И прикрытые Проксями То Соответственно Должны Обращать Внимание Тогда Утилизация Вашего бэкэнда Это Хитрейт По кэшу А хитрейт По кэшу Определен Записью Изменениями К вашим Данным К вашим Объектам Таким образом Получается Что По факту Запись Определяет Чтение Это Первое Такое Наблюдение Часто Объектам Это Вообще Внимание Запись Не только Плохая Тем Что Она Много Пишет Но тем Что Она Еще Чтение Высывает Вот А И при этом Если Переди Бэкэндов У вас Прокси То Вы Должны Мониторить Прокси Вы Должны Мониторить Их Очереди Смотреть Латенси На Прокси Потому Что Только Возникает Очередь Латенси К системе Определяется Длиной Очереди В том числе То Что Бэкэнд Отвечает Очень Быстро Ваш Конечный Не Значит Что У вас Быстро Отвечает Ваша Система Поэтому Я Не Смотрю Я Не смогу Более Детально Сказать Мониторинг Там Идет Задачи Очень Большой Поток Изменений И Построенные Наборы Коллекторов Под Этиметрики Часто Не С Нагрузкой Там Ребята Проводили Исследования Мы Там Сравнивали Системы Сбора Метрик Сбора Логов Могу Поминуть Такие вещи Как Брюбик Есть Такая Система Это Резация Статсд Статсд Ну да Конечно Брюбик Называется Штука Такая Это Анализ Статсд На ней То есть Там Для Мониторинга Еще Важно Что Там Есть Просто Поток События Есть Еще Агрегация Эти Задачи Решают Для меня Это Лично для меня Доступно Как Конечный Показатель Который Либо Меня Повещает Либо Я Когда Изучаю Что-то Смотрю На него И То Что Я Рассказал Про Вещи Обращаю Внимание На них Собственно Я Обращаю Внимание Понятно Еще Есть Такой Интересный Мент У нас Со временем Мы реально Думали Что У нас Хостинг Хостинг Картинок Понимаешь У нас Миллиард Объявлений Каждое Объявление По Три Картинки Значит Там Три Миллиарда Картинок Это Очень Много Мы Затронули Такие Тоже Задачи С Картинками Возникают Мы Реально У себя Храним Эти Картинки На наших Серверах Внутри Наши Площадки И Сейчас Начинаем Работать Пытаться Понять Нужно ЦДН Какой-то ЦДН Мы Сейчас Выбираем Потому Что Как Оказалось Так Наш Фронтенд Настроен Что Наугад Взятый Какой-то Известный Российский ЦДН Под наш Нагрузкой Просто Сразу же Лег Потому Что Наш Фронтенд Открывает Много Запросов На Картинки Вот Эти Картинки Находятся Отсетительно Наши Хранилища На разных Нодах Это Когда Проекцируется На Архитектуру На которую Рассчитывает ЦДН Они Вынуждены У нас И Первая Наша Попытка Вылезти На ЦДН Провалилась Интересно Такая Что Была Интересно Потому Что Какая Задача Задачка Идет Между Затратами На ЦДН И затратами На Канал Центра Потому Что Картинки Седают Но Большую Часть Это Понятно Винную Часть Трафика Плюс Попутно Возникает Вопрос А не Будет ли Быстрее Для Конечного Пользователя Отважение Страницы Либо Мобильное Приложение Когда И Все-таки Есть Гипотеза Что Есть Мы Пытались Это Мерить Много Раз Это Довольно Сложная Задача Почему Тоже Почему Вроде Как Может Это Простая Задача Мерить Отлик Вашего Приложения На Устройстве Но На самом Взять Не Казалось Простой Задачи Вот Ну Тут Тоже Есть У Нас Такие Измерения Мы Долго Хостились За Границей В Швеции Вот Соответственно Законодательными Инициативами Последними Нашими Переехать В Москву Хотя Мы По другим Бы Не переезжали Вот И Мы Замерили Нам Доступны Метрики О том Как Быстро Отображается В конечном счете То Что Видят Пользователи И Увидели 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 Рост Времени Отика Но Не Драматически То есть Вот Это На самом деле Было не очень Очевидно Что Давайте Россию Из Швеции Примерно Не особо Отличается Чему Давайте Восьмосковск Такая Штука Так Получилось Интересно Сейчас 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 Текущее Следование Как Влияет ЦДН Эту Всю Штуку Плюс ЦДН Еще Тоже Такая Вещь ЦДН Мы Тоже Взяли Сейчас Известный Нерусский Вот И Кажется Что Проблемники Нет Законом Но Как Б Тоже Вопрос Тургический Не дар Сидан Непорт Он Накладывает Ограничения На Что Туда Можно Отдавать Что Можно Где Хранить Плюс Последие закона Они обязывают Хранить дополнительно То есть Мы Раньше Хранили Меньшие Горизонты А Теперь Мы Храним Больше Горизонты Но Это Драматически Не сказалось На Нашу На Нашей Капасти Скажем Так Тоже Тоже Посчитать Посчитали И поняли Что Все Нормально Получается Понятно Ну ладно Давай Наверное Закончим Провид Еще Буквально Пару слов Спрошу Тебя Про Твою Деятельность В Комьюнити Просто Сам Как тоже Являясь Неким Активистом Некоторых Расскажи Вот Ты там Выступаешь Тоже Как бы Ну Какая у тебя Цель Выступления Просто Интересно Твое ощущение Это Именно Что-то Донести Рассказать Или Для себя Что-то Или Там Ну Это Классически Как бы Да Как вообще Работает Опен Сорс Я не знаю Может Банальные Вещи Но Это Опен Сорс Такая Штука Которая Некоторый Статус Кода Всех Участников Не повышает Я это Так Воспринимаю Это Обмен Обмен Знаниями Это Совместная На самом деле Ревью Каких-то Идей Обсуждения Ну Это Полезно Это Это Реализуют Такие Мои Потребности Как Потребность Личностного Роста Приобретение Новых Компетенций Поиск Решений Которые Которые Могут Мне Кататься Непонятными Недоступными При этом Я часто Замечал Что Кто-то Что-то Говорит Я понимаю Ну как же Это Очевидно Так надо было Делать Это Такая Сорона Другая Сорона Это Было Просто Интересно Донести До людей То Что Я Сделал Такое Призвание Получить Оценку Это Конечно На первом этапе Это было Ярко Выражено Потребность Ну и Также Был Элемент То есть Это Рабочий Процесс Через Коммент На самом деле Можно Доносить Информацию О том Что я делаю Компании Непосредственно О том Что нам Требуется Не ресурс Разработчик И так далее Вот Ну вот Собственно Все возможности Которые Комьюнити Дает Все они Так и иначе Могут быть Раз и так Многих Архитекторам В кончете Вовита Они были Все Востребованы И Что касается Набора Каких-то Идей Решения Проблем Да Были Отличные Примеры Когда Комьюнити Помогало Решать Когда Комьюнити Помогало Не напрямую Какими-то Идеями Так я Познакомился С многими Участниками Русского Комьюнити Они оказались Разработчиками Пользоваться Милит Всем известно Ну да Что еще С комьюнити Ну и Ну да В том числе С комьюнити На самом деле Я получил Доступ К многим Людям Которые Смог заинтересовать И со мной Коллеги Что работают Многие Пришли После Пообщались Мы где-то Там Я нашел Кого-то Это Это Комьюнити Это Работа Для нас Ну вот Опять Опенсорс Да Это Если ты Видишь Как все Это Делать Ты можешь Оценивать Ну Качество Как ты Такого Продукта Потребляешь Потому что Потребляете Все равно Позволяете Вносить Вклад За счет За счет Того Что мы Конечно То есть Как минимум Потребляя Ты вкладываешь Кейс Дальше мы Делимся Мы показываем Где технология Работает Видим ли мы Какие ограничения В этой технологии Либо мы Наоборот Не видим Ограничения То есть Любой опыт И тренинг Тоже полезный И вот Да Хороший момент Такой Что Просто внедряя Решение Ты Ну Также Отдаешь И по вам Рассказывая Об этом Ты на самом деле Даешь Честное Вклад Комьюнити И людям Это интересно Вот И ты можешь Даже для себя Не очевидно Но кому-то Будет полезно Посмотреть Твой кейс Как ты с ним Работаешь Близо 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 Просто Это Интересная Задача То есть Задача Возникающая Вокруг Работа Данными Они Очень интересны Ну просто Как задачи То есть Они челленджи Тебя Ты думаешь Читаешь Там разные Блоки Стойки Там математика Возникает Возникает Там Неразрешимая Проблема Гонка Вокруг Аптиоремы Там Все Уровни Изоляции Между Данными Которые Возникают Это все Очень интересно Все Кластерные Технологии В томпании Как они Выдерживают Различные Аварии Там Вот это Все самые Горячие Темы И да Их тоже И конечно же Они тоже В том числе Подписован Комьюнити Подписывайтесь Как Такая Общая Полная Система В ней Очень много Задач Решаются Пересекаются Рассматриваются Все это Можно Обсудить И Расширить Свои Знания Отлично Слушай Ну давай На этом Потихонечку Поставим Точку Мы с тобой Так Довольно Продолжительно Пообщались Вот Миша Если что-то Хочешь В завершении Там Сказать Что-нибудь Интересного Слушателям То самое Время Слушателям Я хочу Сказать Какой-нибудь Совет Такой Со своей Архитектурной Точкой зрения С точки зрения Совет Такой Что Часто Нам кажется Что Какая-то Вещь Сложна Просто Потому Что Мы Это Не Пробовали Но Когда Вы Начнете Эксплуатировать Так Заверная Сложность Начинает Для вас Проясняться Сложность Во многом Это Следствие Незнания Отсутствия Опыта Опять же Опыт Авито Я началь Начинал Говорил Давайте Померим Сколько У нас Объявлений Это Всего У нас 20 Гигабайт Можем С современными Слезами Довольно Эффективно Вложить 20 Гигабайт Это Очень Доступно Поэтому Надо Пробовать Реализовывать Очень Сейчас Много Очень Много Информации Очень Много Комьюнити Все Это Движение Крама На Глазах Насыщается Большей конференцией У нас Поэтому Если кто-то Хочет Начинать Что-то Делать И Развиваться Есть Возможность Чтобы Сеализовать Я не знаю К чему Так 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 К тому Я хотел Приободрить Что Я не знаю Кого Я Подумывал Кого Может быть Интерес К Нашей Трансляции В том числе Того Кто хочет Получить Новые Знания Я Говорю Что Есть Много Доступного Сейчас Чтобы Начать Что-то Делать Снимать Сложность Получать Воспользуйтесь Теми Средствами Технологиями Которые Я Помянул И Есть Пример Что Да Это Работает Авито Работает Ладно Хорошо Да В общем Пробуйте Не бойтесь Пробуйте Изучайте Рассказывайте И изучайте Как-нибудь Так Миш Чеш Спасибо тебе Большое Что Дошел Было Очень Интересно Спасибо Вам Так что Друзья Спасибо Что были С нами И до Новых Встреч Пока Пока До Субтитры Субтитры